Я нажимаю, да, и еще раз вас всех приветствую. У нас сегодня первая лекция по курсу алгоритмы структуры данных. У вас, как я понимаю, первый курс и первая лекция. Ну, первосеместр, правильно же? Вот. Так что, вчера, ну, вот я вас поздравляю с этим. Это большое дело. Вот, надеюсь, вам будет интересно учиться, и вы будете не лениться это делать. Это самое главное, короче говоря. Вот. Я в этом году впервые, значит, веду этот курс в ЭТМО, хотя в Саратовском университете я долго этим занимался, да, и понятно, что все, что касается моей деятельности вокруг соревнований по программированию, да, это все, конечно, во многом алгоритмы структуры данных, вот, поэтому тема для меня совсем не новая, но чуть-чуть мне что-то надо освежить, потому что, видите, у меня фокус немножко сменился, да, с этого. Вот. Но, как бы, тем мне интереснее будет, кстати говоря. Вот. Это один момент, да. Второй момент. Значит, потому, наверное, вот примерно в это время обычно всегда рассказывают про то, как проходят практики, вот это все. Я, как человек новый, еще не до конца в это вник. Вот. То есть, как я понимаю, что мы с вами, у нас будут в следующей неделе, ну, я раньше, конечно, вам в этом задание, да, будут задания, и вы мне будете их в таком устном режиме докладывать, да, я вам буду их засчитывать. И это очень классно для того, чтобы мы с вами, вы научились хорошо говорить, аргументированно и строить свою речь, и последовательно вот это все излагать. Вот. Потому что мне кажется, что в современной школе, особенно с приходом всяких ЕГЭ, ценность устных ответов несколько снизилась, да, а это то, как мы с вами общаемся, короче, нужно уметь делать. Вот. Ну, а может быть, там будет что-то и не только такого теоретического плана задачи, но я разберусь, как это устроено. Вот. А сейчас давайте перейдем, как бы, к теме лекции, чтобы время не терять. Вот. А скажите, пожалуйста, во сколько лекция должна закончиться, чтобы я ориентировался? Я тоже немного. Ну, хорошо. Значит, в час десять мы ее тогда планируем закончить. А что вот это у меня вылазит, тут и вылазит? Вот. Надо забить. Итак, да, зовут меня Михаил Мирзаянов, можно Майк Мирзаянов, да, вы меня знаете, наверное, по CodeForces, вот, может быть, еще как-то где-то со мной пересекались, но, как бы, мы все занимаемся примерно одним и тем же, я не удивлюсь, если где-то как-то что-то, да, какие-то соревнования, какие-то еще обучения, еще что-то где-то, вот, мы могли бы и пересекаться. Вот. А, значит, а вот опять, значит, это, наверное, потому что, нет, давайте вы не будете ничего рисовать, даже если у вас есть доступ, пожалуйста, да, тут, видимо, такое, да, что если человек новый приходит, то у него, что ли, аксесс появляется, наверное, это я не очень понимаю, я потом разберусь, да, но, как бы, в реальной жизни вы тоже можете таки выбежать к доске, начать что-то рисовать, я вас буду бить по руке, да, поэтому давайте не будем так делать. Вот, если я что-то забуду, может быть, вы можете так чуть-чуть подрисовать, да, для всех, тоже будет хорошо. Ладно, значит, занимав мы с вами будем алгоритмами и структурами данных, вот, тема широкая, большая, как я понимаю, много семестров у вас это займет, несколько в любом случае, да, вот, первый семестр такой довольно вводный семестр, и, там, несложные мы вещи с вами будем разбирать, но, как бы, это то, с чего надо начать свое погружение, да, если вдруг у вас, там, есть какая-то обширная олимпиадная практика, да, то, конечно, как бы, многие темы довольно сильно пересекаются, но здесь не надо заниматься каким-то, даже в этом случае, шапкозакидательством, вот, что, а, я все знаю, по той причине, что, ну, как бы, у нас фокус немного сменяется, да, в олимпиадах по программированию надо, там, по барренькому задачу решить, да, придумать и закодить, сдать ее, чтобы она прошла, а здесь мы на какие-то теоретические аспекты, иногда даже исторические делаем отсылки, да, и вообще с вами строим образование ваше, да, вот, поэтому немножко это все-таки по-другому здесь выглядит, поэтому в любом случае, пожалуйста, будьте внимательны. А, правда же, я понимаю, что меня хорошо слышно и нормально видно, и мы можем, короче, уже к теме нашей переходить. Класс, отлично. У меня бывает иногда, что на ноутбуке какой-то Wi-Fi модуль довольно странный, что иногда он такой хоп и перестает на сколько-то работать, я не очень понимаю, что мне с этим сделать, но это не часто случается, надеюсь, мы проскочим в этой лекции. Итак, значит, у нас есть алгоритмы и структуры данных, вот с алгоритмов мы с вами начнем, да, и вот слово алгоритмы, вообще вот такой термин алгоритм, довольно такая философская, короче говоря, концепция, да, вот, вы, может быть, еще там на уроках информатики слышали, что произошло от имени Аль-Хорезми, вот, ну, не суть, но мы с вами воспринимаем алгоритмы как какую-то такую последовательность действий, которая решает, в общем-то, некий класс задач, если подать входные данные для этого, соответственно, ну, для того, чтобы задача была сформулирована, да. Вот, если как бы тут формальнее посмотреть какое-то определение, там будет написано что-то вроде, что это совокупность набора инструкций, которые описывают там последовательность действий исполнителя, чтобы, ну, в самом деле, решение определенной задачи. Вот как-то так это примерно выглядит. Но, видите, это не похоже на математическое определение, да, математические определения уж совсем пользуются исключительно такими определенными абстракциями математического аппарата. А здесь какая-то такая философия, да, в самом деле. И именно по этой причине учеными, ну, в том числе по этой причине, да, учеными было предпринято большое количество опыта как бы формализовать, собственно, вот это бла-бла-бла, размахивание руками, да. Вот, но там история примерно такая, что в начале 20 века Давид Гилберт сформулировал вот эти там какой-то список своих известнейших проблем. Одна из них была проблема, ведь мы разрешимости, по-моему, это называлось. Ну, такая вот, она как раз вот примерно так была и сформулирована тоже, да. Вот, и после этого в 30-х годах примерно так, да, там в 1930-х, вот вы в Тьюринге, наверное, слышали такое имя, да, и прочие другие исследователи, они накинулись вот, соответственно, на эту проблематику примерно следующим образом, да, что они формулировали какого-то конкретного исполнителя, какую-то конкретную формальную вымышленную машину, либо какой-то там язык, вот что-то такое, который был, ну, как бы формально, это какая-то четкая последовательность действий, да. Вот есть машина Тьюринга, да, например, есть там система текстовых замен Маркова, вот, вот, есть там рекурсивные функции в эту сторону, да, есть машина Поста, это все были какие-то разные способы, короче говоря, придумать какого-то исполнителя, который что-то умеет делать, вот, в такой, какой-то естественной довольно формулировке. Вот, а дальше после этого, ну, как бы, уже понятно, что если исполнитель, он такой формализованный, да, вот все, что умеет и делать, он умеет, там, перемещать, не знаю, там, какой-то указатель влево-вправо, отмечать текущую клетку, там, смотреть на клеточку влево, на клеточку вправо, либо делать какие-то замены, еще что-то, ну, короче, если он, говоря, если он формальный, вот, то в таком случае уже понятно, ну, более-менее, что такое вот алгоритм для него, что он уже неотличим становится от, в общем-то, понятия такого программы для, вот, этого конкретного исполнителя. Ну, и все это такое бла-бла-бла, приводящее к тому, что там из всего этого есть самый интересный факт, который формулируется как тезис Тюринга-Чорча, тоже примерно в 30-х годах появился, это плохо помню, но у меня, кстати, когда я учился в университете, вот это все на первом курсе мне подробно довольно рассказывали, было вполне интересно. Вот, короче, вот тезис Тюринга-Чорча, который говорил о том, что, такой забавный факт, да, что, короче говоря, ну, примерно, это я неформально его формулирую, но смысл такой, что вот какую бы вы формализацию для исполнителя не выбрали, да, будет это машина Тюринга, будет это система текстовых замен в строке, будет это там какая-то машина поста, будет это рам-машина, ну, собственно, которой мы будем с вами, о которой еще сегодня говорите, пользоваться, такой прообраз современных, что ли, архитектур и там виртуальных машин, да, вот какую бы вы из них не выбрали, если вы рассматриваете, типа, естественные, там, для них программы, ну, вот, которые возникают для этого исполнителя, которые имеют, там, за конечное время решают какие-то задачи, вот те задачи, которые, там, решаются за полиномиальное время довольно быстро, да, они, короче говоря, это одни и те же задачи, какую бы вы машину не выбрали, То есть это какое-то такое универсальное свойство задачи скорее, чем исполнителя. Ну, вот примерно так звучит этот, по-моему, тезис Тюринга-Чорча. Но в любом случае для нас с вами алгоритм скорее в вашей голове, конечно же, и в моей тоже голове, это, скорее всего, практически эквивалентно какой-то такой вычислимой процедуре, то есть функции, написанной на одном из известных вам языков. И которая решает какую-то конкретную задачу. То есть что-то подается на вход, что-то получается на выходе. А сам алгоритм или же вот эта вычислимая процедура, как мы еще иначе это говорим, это такой черный ящик, внутри которого есть последовательность действий. Этот черный ящик, это программа, что очень важно, она как бы на лету не модифицируется. Есть такой особый тип алгоритм программ, который сами же себя могут перезаписывать. Это как бы увеличивает степень свободы, еще что-то. Ну, в нашем случае это не так. То есть вот мы ее как бы однажды сформулировали, написали, она там из каких-то форов, ифов, присваиваний состоит, оперирует массивчиками туда-сюда. Вот. Но такой как бы ящик, да. Вот. И получается, что решает задачу. Поэтому если вот как бы там посмотреть любое вот это вот такое вот даже махательное руками определение алгоритма, оно всегда там формализует в себе, там описывается чуть позже, да, такое последовательное свойство какое-то, ну, характерное для алгоритма, да. То есть там есть такое свойство, как массовость, что говорит о том, что, короче говоря, алгоритм, он должен решать не как бы одну конкретную задачу, а класс задач. Значит, то есть нам подаются входные данные, и они могут быть, грубо говоря, любыми в рамках описанной задачи, да. То есть, ну, например, алгоритм сортировки, ему можно произвольный массивчик подать, он отсортирует. Алгоритм нахождения наибольшего общего делителя, ему подай пару чисел, он вернет наибольший общий делитель двух чисел, да, и так далее. Вот, ну, такая вот массовость, да, результативность, говорят, ну, что вот результат должен на выходе получиться, хотя на самом деле, ну, иногда мы будем говорить о каких-то таких алгоритмах, которые больше ведут себя, может, как, не знаю, как структуры данных, да, что, ну, результат, например, не в конце получается, а важен вот такой результат, который по ходу, вот мне говорят интернет-коннекшн из Unstable, у меня все еще слышно или нет? Алло, нормально, да, вот, хорошо. Ну, вот, а вы видели эту надпись, нет? Или она не транслируется? Ну, это не меня, это интернет заглючило. Вот, значит, еще такое свойство алгоритмов, ну, мы его всегда будем требовать, в целом есть, как бы, класс каких-то там алгоритмов, которые могут и, как бы, в некотором роде бесконечно долго работать, да, но мы будем такую завершенность требовать, что это такая конечная последовательность действий, да, ну, для нас с вами это довольно понятно, что если мы захотели, чтобы что-то выполнилось, мы ожидаем, что через конечное время это выполнится, да, вот. Но бывает вот такой хитрый вид алгоритмов, например, да, которые там с вероятностью, грубо говоря, единица, то есть почти наверняка, выполняются в конечное время, а, например, иногда могут и в них конечные исполняться. Но мы их такое почти, либо вообще не будем смотреть, может, в каких-то более старших семестрах, там у вас будут возникать какие-то вероятностные алгоритмы, которые должны сойтись, но как бы с вероятностью ноль они могут не сходиться, например, да. Вот. Ну и вот как-то, да, понятно, что алгоритм у нас состоит из такой четкой последовательности каких-то элементарных атомарных шагов, иногда еще дискретностью его называют. Ну, в общем, вот таким образом, да. Как мы с вами будем, вот это, что мы так вкладываем в понятие алгоритма, да. Мы же с вами будем, да, в своей голове всегда иметь в виду, что это, ну, какая-то программа на каком-то вот языке высокого уровня, но при том, в целом, не настолько высокого уровня, что там есть какие-то конструкции, ну, такие, которые сильно много в себе скрывают, да. То есть все-таки это какой-то условный такой практически чистый C у нас в голове будет возникать. Вот. Но записывать-то мы, понятно, их будем, вы их будете программировать, если вам придется, ну, не знаю, там на C++, Python, либо там на Java, на чем вы там будете их программировать, да. Вот. Я их у себя буду, когда буду записывать, в каком-то более сокращенном виде буду стараться писать. Это не будет настоящим формальным псевдокодом. Настоящий формальный псевдокод, он тоже, ну, такой довольно стандартизированная штука, да. Но я буду как-то писать на такой смеси Питона, C++, либо математических нотаций, с которой все будет понятно. Вот примерно так, да. И буду стараться сокращать. Но вот сегодня мне вообще это будет неудобно делать. Но к следующему занятию, может, придумаю, как мне лучше это делать, да. Может, что-нибудь будем делать, да. Вот. Но в любом случае это будет такой простой псевдокод, который легко в вашей голове может быть транслирован, либо там, ну, вот в любой, например, из трех языков, Python, C++ или Java, да, без потери каких-то деталей, вот еще чего-то такого. Вот. Мы будем вот так его записывать. Ну, вот, например, давайте сейчас запишем какую-то самую простую программку, чтобы ее уже немножко начать анализировать с вами, да. Вот тут, мне кажется, нужно вот так вот, что ли, начать писать. Я вот в этом ничего не понимаю. Вот. Мы скажем, что вот у нас есть переменная такая. А, мы в нее положим ноль, да, вот вначале. Ну, присвоить значение – это вот, значит, как я буду стараться разделять. Равно, присвоить значение. Я буду писать присвоить значение вместо равно, чтобы подчеркнуть, что это не про сравнение чисел, да. В C++ то же самое, там только присвоить значение – это один символ равно, а именно равно в смысле логической операции – это два равно, да. Вот. А, ну да, а что мы с вами, чем вообще сейчас займемся, наверное, да. Давайте сумму чисел, как будто бы найдем сумму чисел заданного массива. Вот. Вот так. Вот. То есть даже вот так, скажем. Сумма присвоит значение нулю. Дальше мы начинаем такой цикл for, где у нас… А что вот это произошло? Вот я не знаю. Я не знаю, как этим пользоваться. Я не смогу этим пользоваться. Кто… Вот куда он улетел? Вот у нас так вот мы идем, да, а минус один. Вот так мы массивы будем считать, что у нас такие ноли индексированные у нас с вами возникают, да. Вот. Ноли индексированные массивы. Ну и дальше что мы с вами говорим? Что сумму мы просто присваиваем вот так вот, да. Ну и в конце, наверное, может быть, мы даже с вами выведем эту сумму просто для того, чтобы его вывести, да. Ну вот даже у меня получилось написать эту короткую программку. Да, видно же ее, или она сильно маленькая. Вот так я ее могу увеличивать. Вот. Вот так я ее немножко увеличил, да. Вот. Меня все еще видно, слышно, правда? Так, скажите что-нибудь. И, пожалуйста, не убирайте ее, да. Видите, у вас есть тоже права. Пожалуйста, не трогайте ничего, да. Вот. Хорошо. Вот такая программка. Видите, ну я сразу же на каком-то таком псевдоязыке это написал, который легко, довольно понятно читается. Отлично. Массивы, да, мы будем считать, что… Иногда будем считать, что они один индексированы, а когда ноль индексированы. Так по контексту будет понятно. Ну, чаще, наверное, ноль, потому что везде они ноль индексированы, и к этому всегда лучше у нас привыкать, да. Ну вот этот такой символ мощности из математики, да, удобно использовать для того, чтобы длину, как бы, там массива, коллекции какой-то получать, количество элементов, но и использовать, да, для записи нашей. Вот отлично. Вот у нас есть такая простая запись. И, конечно же, в алгоритмах нас всегда, и не только нас с вами, а все человечество интересует в целом его характеристики. Вот у любого алгоритма, ну, грубо говоря, есть две таких характеристики, в которые всегда смотрят. Одно из них – это потребление времени, а другая из них – это что, скажите? Нет? Да, да, это потребление памяти. Притом, ну, на время обычно смотрят чуть побольше, по той причине, что, во-первых, как бы это более вариативная такая штука, да, а вторая – это более дорогая для нас с вами вещь, да, потому что потребление времени – это как бы потребление ЦПУ, а память, она, ну, так как-то и дешевле и понятнее, да. Вот. И третий пункт по той причине, что, ну, многие алгоритмы, правда, они как бы, ну, очень естественное количество памяти потребляют, вот, поэтому вроде как, как бы на потребление памяти чуть меньше смотрят. Но на самом деле всегда, конечно, надо оценивать, как бы, ну, грубо говоря, и то, и другое, да. Вот когда мы говорим с вами про потребление, как бы, времени, то тут опять-таки возникает такой хитрый момент, да, что мы, с одной стороны, говорим с вами про время, а время у нас с вами, в нашем с вами мире измеряется в секундах, да, ну, или там в каких-то величинах, похожих на секунды, вот. А здесь у нас какая-то абстрактная машина, вот, которая исполняет вот такую программу, и мы вообще не очень понимаем, что значит вот эти операции в этой машине, да, какое время они занимают, и вот это вот все, вот. Поэтому, опять-таки, как всегда, все происходит в математике, берут все, пожалуйста, не перемещайте ничего, вот, не двигайте, мы, у нас дали. Я не очень понимаю, вот, видимо, вот тут вот как-то я могу настроить, что вы можете делать. Вот я, наоборот, я не дорисую что-то в каком-нибудь графе нарисованном, вы, пожалуйста, как раз можете аккуратно дорисовать, вот, я вам спасибо скажу. А, так вот, да, вот эти абстрактные операции, да, поэтому понятно, что, как бы, как везде в математике происходит, то стараются, ну, как бы формализовать, да, какую-то задачу, пусть даже зачастую же это как происходит, да, что в процессе формализации какие-то из реальной жизни подробности немножко теряются, но зато появляется такой математический аппарат, который умеет уже решать там целый класс задачи, работать с этой проблематикой, вот это вот все. Вот, и здесь примерно то же самое. Мы будем говорить, что одна операция – это просто одна условная единица времени, да, занимает, ну, вот примерно так. И тогда мы можем уже здесь, вот здесь, немножко посчитать количество операций, которые происходят, да, в этой программе. Но опять-таки, вот мы сейчас с вами видим, что посчитать точное количество операций нам довольно сложно. Вот прям возьмем первую строчку, сам присвоить значение нулю. Значит, ну, логично предположить, что уж одну операцию ТЭД занимает, правда, с одной стороны. А с другой стороны, ну, как бы, как посмотреть, что в том случае, если мы… Ну, да, ну, одну операцию, да, ладно, снимает. А вот дальше вот какой-то этот цикл, который тоже сложно довольно оценить, но вот как его тут оценишь, да, вот. Но если вспомним, как эти циклы устроены в C++, да, как мы их записываем, то обычно там для этой переменной… И понятно, что есть такая инициализация в начале. Ну, то есть давайте вот количество действий я тут буду так потихонечку записывать, что ли, да, что у нас вот с вами одно там действие как-то, кажется, да, потратилось на то, чтобы сумму эту посчитать, да. Вот. Дальше еще, ну, наверное, одно действие мы… Ну, наверное, же потратить на то, чтобы переменную и инициализировать, да. Наверное, каждый раз в цикле нам все равно, как ни крути, надо проверять эту переменную, что она меньше, что ли, n или больше либо равна n, правда? Вот. Это вроде как n10. А с другой стороны, если посмотреть, ну, как бы это могло бы выглядеть, не знаю, там, в каком-нибудь ассемблере, да, так ближе к реальной жизни, то, может быть, на это понадобилось и больше, чем одна операция, да, чтобы там какой-нибудь… Возможно, вам нужно, понятно, для того, что… У вас же есть массив, у вас… А, нет, ну, у вас есть целое число вот это, да, для того, чтобы его сравнить, может, там регистр надо загрузить, уже сравнить регистры и так далее. Там, может, две операции на это нужно, да, потратить. Ну, то есть тут вот как бы… Может, n, может, 2n вот в этом месте возникла операция, да. Ну, мы пока n запишем, да. Еще там плюс-плюс какой-то нужен, ну, может, это еще n надо сделать, правда же, да, в конце? Вот. Ну, вот в этом цикле, да, на каждую итерацию. Вот. Ну, еще вроде, если подумать, там, может, это минус 1, потому что плюс-плюс мы все-таки на один раз меньше делаем, если аккуратно считать. Вот. А дальше еще вот это сам плюс-равно аитое, вот, которое тоже как-то надо оценить. Вот. Ну, опять-таки, ну, можно грубо сказать, что это одна операция какая-то на одну итерацию цикла, да, на одно исполнение итерации цикла. А может, это не совсем хорошо, потому что, опять-таки, нам нужно по индексу получить значение в массиве, и это значение прибавить к переменной, а чтобы его прибавить к переменной, еще это, кстати, ну, через регистры же делается, так в современных архитектурах в большинстве еще как-то там. Может, это и три операции, а может, одна операция. Вот сложно как бы это посчитать, но давайте упрощенно скажем, что это все-таки по одной операции у нас занимало. Еще вывести это надо. Ну, примерно вот что-то мы с вами насчитали. Может, мы правильно насчитали, может, нет. Но, смотрите, что я хочу сказать, что мы как бы, ну, тут вот, если вот это все насуммирует, то нам 3n плюс 3, да, получится, плюс 2, да, так вот, грубо говоря. Вот. Даже если мы с вами что-то посчитали неправильно, мы правильно с вами угадали порядок того, как как бы эта функция себя ведет, что это линейная функция. Но может, тут не плюс 2 должно быть написано, если внимательно не считать, или там, как бы, может, тут плюс 4 будет или плюс 7, да, даже плюс 12, да, неважно. А тут, может быть, коэффициент на самом деле не тройка, а четверка, пятерка, шестерка или даже двойка, да, там что-нибудь заоптимизировалось. Может быть, там, в той, как бы, архитектуре, как исполняется на самом деле эта программа, может быть, там, вот этот вот цикл, он, как бы, хорошо заоптимизирован и является какой-то очень, по сути, такой эффективной реализуемой единицей, да, вот. Поэтому, может, тут на самом деле и не тройка расположена, но в любом случае мы с вами, как бы, ну, понятно, что порядок количества действий, что это линейное здесь количество действий угадали. Вот, а это нас подводит к мысли следующей, что при оценке времени работы алгоритма нас почти всегда не интересуют какие-то мелкие детали реализации, мы не хотим в это вникать, да, с одной стороны. Но, со второй стороны, нас не интересуют, мы не хотим вникать в то, какое конкретно количество инструкций нужно там на каждую строчку нашего псевдокода. Это со второй точки зрения. И плюс третье, да, что конкретное вот это число является на самом деле не характеристикой алгоритма, а характеристикой его реализации. А мы с вами, ну, как-то хотим немножко абстрагироваться от конкретной прям реализации. По этой причине принято и является хорошей идеей оценивать не конкретное значение вот количества действий, а порядок его роста, то есть такой асимптотический рост этой функции, да. Вот одна функция растет линейно, другая функция растет квадратично, третья как корень квадратный, там, а четвертая как n лог n, да. Вот именно это нам интересно с вами в такие штуки смотреть. Поэтому, когда мы говорим как бы о времени работы алгоритма, мы с вами обычно берем алгоритм, понимаем, какие входные данные у него бывают, и фиксируем для себя такие переменные, от которых время алгоритма зависит. И называем это размером задачи. Как вы думаете, что здесь является размером задачи, в этой задаче? Нет, размером задачи, величиной, характеристикой, характеристикой величины задачи. Есть еще варианты, кто скажет? Да смелее. Да, n, конечно, n. Видите, что у нас сам алгоритм, его время работы, количество действий, оно фактически зависит только лишь от n, понимаете? Вот. Поэтому размером задачи здесь является величина n просто, да. И та функция, которую мы, как бы, получается, считаем, это функция просто от числа n, ну, t от n, например, да, это количество действий, которое делает эта функция, t от n. И нам от этой функции, как я уже сказал, завис, да? Алло, алло, алло? А вот сейчас завис, развис? Нет? Да, да, да. Ну, хорошо, да. Вы мне, да, вот так вот говорите, видите, тут, потому что всякое происходит. Но буду стараться что-нибудь. Вот. Нам от этой функции интересно исключительно порядок ее роста. Вот. И о вас... А, ну, да, понятно, что пока такого не было, да? Значит, мы всегда можем взять размеры задачи и записать вот такую вот функцию, t от n, которая считает, ну, какое-то своего рода точное количество действий от заданного размера задачи. Ну, то есть в данном случае как раз это самое t от n, да? t от n. Это есть не что иное, как 3n плюс 2 в данном случае, да? Ну, как мы с вами оценили. Вот, вот так вот. Все еще слышно меня, да? Класс. Ага. В данном случае. Но мысль состоит в том, что нам не нужно это точное значение. Но все равно зависит от деталей реализации, там, особенностей, не знаю, архитектуры, может быть, да? Еще чего-то, да? Там кто какая-то виртуальная машина использует для того, чтобы мы такую условную программу выполнили, да? Нам интересен порядок роста этой функции, да? И поэтому вводится такое понятие, как было введено в начале 20 века, в 1900-х годах, как, как бы, для оценки n – это размер задачи, количество элементов в массиве в данном случае. Мы считаем, мы все еще рассматриваем пример, что мы находим сумму чисел массива, и мы говорим о том, что время работы алгоритма в данном случае зависит от величины n, где n – это размер массива. И мы говорим, что в таком случае n – это размер задачи. Для другой задачи размер может быть другой, да? То есть это то, от чего зависит время работы алгоритма в данном случае. Мы это называем размером задачи. Вот. Так вот, был введен термин такой, как… Вот это я все-таки закрою здесь, да? Как о большое, да? О большое и записывается это следующим образом. В данном случае мы можем написать вот так вот, да? Что… Мы записываем вот так как-то это… Ой, я так могу написать. Да, спасибо. Что t от n в данном случае – это o большое от n. Вот сейчас мы в эту запись немножко вникнем, да? Но в данном случае, где t от n – это 3n плюс 2. Значит, вот эта запись означает следующее. Формально она обозначает такую штуку, да? Вот пусть у нас есть две функции. Одна функция f от n, другая функция g от n. Ну, это такие даже скорее последовательности неотрицательные в нашем случае будут, да? Вот мы будем в таком случае использовать вот такую вот запись, да? Что f от n – это o большое от g от n. Вот мне сложно вот тут писать будет, конечно, да? Вот. Если верно следующее, что существует… Ну, я exist по-английски напишу. Такое n0 и такое c больше 0, что для всех n строго больших, например, n0, верно следующее, что f от n у нас меньше либо равно, чем c умножиманое на g от n. Вот мы сейчас вместе с вами немножко вдумаемся вот в то, что я написал. Вот смотрите, если существует две таких константы, c строго больше 0, ну, n0, ну, тоже понятно, что оно там какое-то неотрицательное, это же последовательность, да? Вот. Такое, что как бы для всех n больше, чем n0, то есть начиная просто с какой-то позиции, f от n ограничена константой, вот этой, которую мы с вами выбрали, это может 2 быть, может 5, может 7, но это конкретное фиксированное число. Оно как бы не зависит от вот этого n, например, вот здесь вот, и от n0 в некотором роде, ну, как бы от n этого не зависит, да? То есть тут может пятерка, например, стоять. Что f от n ограничена константой, коэффициентом, помноженным на g от n. То вот в таком случае говорят, что функция f от n – это o большое g от n. А по-русски говоря, для себя мы должны обозначать, понимать, это означает, что у нее как бы скорость роста не превосходит скорость роста функции g от n. То есть она растет либо медленнее, либо с такой же скоростью. Понимаете? Вот, ну, например, да, смотрите, вот если есть у вас две функции каких-то, вот одна из этих функций, это, ну, например, там 4n минус 2, а вторая из этих функций, n в квадрате, делить на 100. Ну, вот если я вас просто спрошу, какая из этих функций быстрее растет, то интуитивно понятно, да, что вот, как бы, даже давайте вот в первом случае скажем не 4n, а 400n, да, даже не плюс 2, а плюс 222. Вот. Вот смотрите, что какая из этих функций быстрее растет, да, то, ну, конечно, вы так подумаете и скажете, что вторая из этих функций быстрее растет, несмотря на то, что существует какой-то довольно длинный такой в начале отрезок, отрезок, на котором первая функция все еще как бы доминирует вторую, верно же? Что если я возьму n какое-то не очень большое число, 1, 2, 3, 4, 5, да, даже и 10, видимо, да, то первая функция, она все равно больше второй. Вот. Но как ни крути, со временем вторая функция победит, видите, в данном случае. Она окажется больше, да, ее значения будут больше. Это как раз вот, ну, вот ровно про то, что мы говорили, да, что существуют такие в данном случае n нулевой и c, что мы можем сказать, что начиная с какого-то значения, f от n будет меньше либо равно c умножить на g от n. Но это в нашем случае, например, мы можем сказать, вот тот случай, о котором мы говорили, да, что вот это 3n минус 2, это есть не что большое, как o от n. Вот эта запись равно, это вообще странная запись. В данном случае, и как бы некоторые даже там математики пытались сказать, что так правильно, в данном случае должен быть символ принадлежности множеству. То есть вот надо его считать себе в голове, что это принадлежит множеству линейных функций. Ну, даже на самом деле, те, которые растут линейной, либо медленной, да, вот так. То есть в некотором роде еще можно воспринять этот знак как такой асимптотический меньше либо равно. То есть скорость роста вот этой функции меньше либо равна, чем вот то, что справа находится. Вот так это себе в голове надо считать, как это выглядит, да. Ну, например, если мы вот такое выберем, да, ну, можем прям формально попробовать доказать, а верно ли, что это так? Можем это как-то доказать, да, как вы думаете? Ну, например, скажем, да, что если c равно... Ну, и даже вы мне, может, попробуйте понять. Вот могу ли я подобрать такие n0 и c, чтобы как бы оказалось верным, что 3n минус 2 меньше либо равно c умножить на n для всех n больших, чем n нулевое. Вот помогите мне подобрать такие c и n нулевое. Ну, меньше, меньше либо равно, конечно, это я. Да, спасибо. Это я проверяю вашу внимательность, конечно же, да. Вот. Как вы думаете? Помогите мне подобрать такие. Ну, какое c, как вы думаете, здесь подойдет? Вот c 1, 2 или 3 подойдут? Подставлю вот сюда. Ну, давайте чуть-чуть помелочимся, да. Вот еще раз вопрос мой. Могут ли подойти здесь c равный... 0 нам вообще не подходит, потому что, видите, в определении c как бы не отрицательный коэффициент, не нулевой коэффициент, да, положительный строго. 1, 2 или 3 могут подойти нам c-шли? Если вот... Ну, почему же? А, ну вот, да, 3, видите, нам отлично подходит, да, совершенно верно, да. 3 нам... А, ну, потому что я минус 2 написал, у нас было плюс 2, да. Давайте вернем плюс 2, вернем, как было, да. Да, тогда не подойдет, да. Тогда в некотором роде понятно, интуитивно, что нам подойдет любой коэффициент строго больше, чем 3, правда? Он не обязательно целым должен быть. Но мы можем взять и сказать 4, правда же? Ну, и даже тогда в таком случае мы легко можем найти n0. Как можно найти n0? Да просто это неравенство решить, правда же? Из этого неравенства, если мы его начнем с вами решать, мы там перенесем в одну сторону, получим, что n больше либо равно 2, правда? Такое что-то мы получим. Верно? В таком случае n0 будет равно, мне кажется, единице, да. И вот мы с вами доказали, что мы можем найти такие n0 и c, что для любого n... Ну, мне кажется, если мы его тут перенесем, вот сюда, да, то у нас получится же... А смотрите, нам же в чем идея состоится? Что мы хотим найти такое n0, как бы что для всех n строго больших, чем n0, у нас это неравенство выполняется. Поэтому n0, равное единице, нам как бы как раз подходит. Для всех n больших, чем единица, как раз будет это неравенство выполняться. Что еще раз? А это означает следующее, что мы рассматриваем с вами асимпатический рост. То есть такой рост, как бы, когда функция уходит в бесконечность, понимаете? И на начальном этапе функции, ну, например, в первых 100 элементах или в первых там 300 элементах, не важно, может, в первом миллиарде даже элементов, да, эти функции могут быть сильно расколбашены. Ну, например, там как бы сильно себя вести как-то не так, понимаете? И нам это неинтересно ни в коем случае. Мы смотрим в бесконечность своего рода, да? Мы как будто пределы с вами рассматриваем, да? Мы устремляем n в бесконечность при оценке асимптотики в данном случае, да? И поэтому нам, мы можем пропустить в начале любой конечный кусок индексов, понимаете? И вот мы это и говорим, что давайте его пропустим. Что я говорю, давайте рассматриваем, что есть только значение больше n0. А кусок такой в начале мы пропустим. Помните, вот, был пример вот здесь вот, 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 вот этот вот, вот чуть повыше, там где 400n плюс 2, 2, 2 и n в квадрате делить на 100, видите? Да, вот какой бы я коэффициент перед n не выбрал, вот здесь вот, ну, например, можно утверждать, что первая функция при n равном нулю всегда будет строго больше, чем вторая функция при n равном нулю. Вы это видите? Да. Но это не означает, что первая функция симптотически быстрее растет. Растет все равно вторая функция симптотически быстрее. Несмотря на то, что в нуле, как бы, я не могу такой коэффициент даже подобрать. Видите? И как раз, чтобы, как бы, этого, этой проблемы не было, в это определение вводится вот это самое n0, когда говорят, а давайте мы будем разрешать пропускать какое-то конечное количество первых элементов. Они, как бы, не влияют на то, как себя функции ведут в плюс бесконечности. Ну, типа, так, в таком будущем, да, уходящем вперед. Я примерно понятно объяснил? Да, это, к своему роду, какое-то начало, да? Да, совершенно верно. Мы говорим, что просто, а давайте сотрем одинаковое количество элементов из обеих последовательностей в начале и не будем на них никак обращать внимание. Потому что это не влияет на асимптотический рост функции. А что вот оно так совсем уменьшилось, да? Может быть, это не нужно уменьшать, там совсем пока не видно. Давайте чуть-чуть уменьшим. Как это делать? А, ну, видимо, вот так вот это делать, да? Вот так. Ну, типа того, да. Отлично. Вот. И вот таким образом мы будем оценивать теперь наши функции. Но O от N оценивает наши функции как бы, как своего рода меньше либо равно асимптотически. То есть, например, я могу записать следующую фразу, да? Ну, к примеру, да? Ну, давайте немножко с вами так попонимаем, да? Что что-нибудь типа того, да? Что N в квадрате плюс 3N. Как вы думаете, это O от чего, если так поточнее оценивать? Какой асимптотический рост такой? Да, это O от N в квадрате. Да, что просто в данном случае, да, вот это слагаемое, оно как бы пренебрежимо оказывается мало по сравнению вот с этой частью. Понимаете? Вот. Или же другой пример, да? Давайте еще несколько примеров посмотрим. Следующий пример какой-нибудь, да? 3N лог N плюс N плюс 1 плюс 100 деленное на N, да? Вот посмотрим в такой пример, да? Вот, во-первых, ну, давайте пока-пока я напишу вот так даже, да? Что логарифм у меня натуральный. Это натуральный логарифм. LN пишет. Вот так LN пишет. Это натуральный логарифм. Так вот, вот это записывает, это O большое от чего, как вы думаете? Чем определяется, опять-таки, какой порядок роста вот всей этой функции? Да, это N лог N говорят, да? И вот тут вот немножко хитрый момент наступает, да? Что в данном случае, да? Видите, логарифм пишут таким безногим, что не пишут его основания. Вообще мы привыкли, что логарифм бывает двоичный, бывает троичный, бывает по натуральному основанию и так далее, да? А вот здесь это не пишут. По какой причине? А по той причине, что если вы вспомните, то любые два... Что есть такая формула перехода одного логарифма к другому, правда же? Ну, как-то так она выглядит. Я вот эту школьную математику уже немножко подзабыл. Но если у вас есть логарифм по основанию C, там, не знаю, величины A, то мне кажется, что это логарифм по основанию B величины A делить на логарифм по основанию, наверное, B величины C. Так что ли? По-моему. Я правильно писал? Вы недавно математику сдавали. Верно же? Ладно, вы молчите, посчитаю, что верно. Вот. И поэтому, смотрите, если вы посмотрите... Да ну вот, елки-палки. Я уже разбираюсь с этим. Вот. Вот если вы посмотрите на это, да, то... А, например, двоичный и троичный логарифм, как вот функции, да, что мы просто рассмотрим две функции. Одна из них – это функция двоичного логарифма, другая функция троичного логарифма. Вот. То функция двоичного логарифма, там, двоичный логарифм величины N, и другая функция троичного логарифма, например, величины N, они отличаются просто на константу, понимаете? Они отличаются просто на константу логарифм 3 по основанию 2. Вот эта штука больше, да? А мы константами с вами пренебрегаем. Видите, вот здесь вот такими константами-множителями. Мы смотрим просто на порядок роста. И поэтому в тот момент, когда переходит к асимптотической оценке, вот при анализе алгоритмов, логарифм становится без ноги. Это как бы становится такая абстрактная функция, которая, такое семейство, что ли, функций логарифмов, да? Нам не важно, это логарифм по основанию 2, 3, или по натуральным логарифмам, или даже логарифм по основанию 10, да? Десятичный логарифм. Вот они все асимптотически ведут себя одинаково. И поэтому вот эта функция, ее можно оценить как O большой от лог N. Вот так вот. Но напоминаю, что мы с вами читали сейчас в определении, да? Что вот это O большое, это как будто бы меньше либо равно асимптотически. То есть, например, можно сказать, что N – это O большое от N в квадрате. Понимаете? Ну, в самом деле, я в определении это подставлю, получу то, что надо. Поэтому вот эта оценка O большое – это оценка исключительно на то, что скорость роста функции слева меньше либо равна скорости роста функции справа. Поняли, да? Вот такая оценка O большое называется, да? Так вот, понятно, что если есть знак меньше либо равно для асимптотических функций, то есть знак и больше либо равно. Правда же? Вот. И вот этот знак больше либо равно мне… А как бы вот это все стереть? Кто-нибудь умеет вот это все стирать? Я бы хотел это все выделить и нажать «делить», например. О, наверное, это у меня получилось сделать, да? Давайте верну в 100%. Так вот, здесь как бы наряду с определением, что у нас функция F от N есть O большое от G от N, есть еще одна штука, да? Это, ну вот я, к сожалению, не смогу сейчас по-гречески здесь писать, но используется функция O большое. Вот. Она вот так вот у нас рисуется, да? Вот я вот так ее нарисую. Вот так вот, да? Вместо O большое пишется вот такая вот кукла. Ну, я буду Ом писать, да, потому что чтобы Омега большое, да? Вот используется подобная же штука, да, но уже для обозначения фактически символа как будто бы больше либо равно. Вот еще раз, вот напишу, меньше либо равно. Это у нас что F от N – это равно O большое от N, от G от N, да? А вот больше либо равно, это пишут F от N равно Омега большое от G от N. Да, вы, пожалуйста, мьюйтесь так, когда не нужно. Спасибо. Вот. Фактически это означает очень простую штуку, да? Вот смотрите, если у вас есть две функции F и G, если F от N равно O большое от G от N, что вы можете сказать, как G от N относится к F от N? Да, 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 что в обратную сторону. Просто пишут, что функция G от N – это Омега большое от F от N. То есть Омега большое означает, что функция слева растет быстрее либо с такой же скоростью, как функция справа. То есть, ну, например, что я тут могу сказать, да? Вот я тут. Примеры давайте напишем, да? Функция, не знаю, там 3N плюс единица делить на N – это О большое от N. Правда же? Это мы с вами знаем уже. Что скорость роста вот такой функции, ну, не знаю, тут 5 еще могу написать, да? Что скорость роста вот такой функции, что мы просто можем сказать, что это, типа она ограниченная линейной функцией. Тут еще можно логарифм, например, добавить. Логарифм двоичный, там, не знаю, от N плюс 1, да? Вот видите, вот такая вот функция. Почему? Вот посмотрим вот аккуратно на вот эту функцию, да? Она из слагаемых состоит. Вот все эти слагаемые, да, так при стремлении N к бесконечностью доминируются вот этим слагаемым, да? Линейным. А на коэффициент мы с вами забиваем, да? Помните, что коэффициент нам не интересен. Вот, и поэтому скорость роста, конечно, тут линейная возникает у нас с вами, да? Так вот, я не ошибусь, если скажу, что все то же самое вот тут вот. Но тут вот могу написать слово омега. Что это обозначает? Это обозначает, что я могу сказать, что скорость роста вот этой функции больше либо равна, чем скорость роста линейной функции. Правда же? Это же тоже правда. Однако, если я напишу вот так вот, это тоже будет правильно. Верно же? Скорость роста функции слева меньше либо равна, чем скорость роста квадратичной функции. Правда? Но вот в обратную сторону... Да. Первая запись верна по той причине, что функция слева, что для этой функции мы можем подобрать такое С положительное и N нулевое, что начиная с какого-то N строго большего, чем N нулевое, будет верно, что вот эта ерунда меньше либо равна, чем С умножить на N. Ну, в самом деле, да, вы можете это подобрать. Вы можете взять С равное... Ну, я вам посоветую взять С равное 6 вот сюда подставить его. Понимаете? И решить вот это неравенство. И оно обязательно решится. И оно решится в таком виде, что N будет больше либо равно какой-то константы. Ну, там строго больше, например, какой-то константы. И вот это N нуль выбрать любым числом, превосходящим эту константу. И все. Понимаете? Но интуиция здесь такая, что вот эта функция, если вы на нее посмотрите, несмотря на то, что она такая большая и страшная, она на самом деле асимптотически себя ведет как линейная функция. Она состоит из нескольких слагаемых. Но если у вас есть несколько слагаемых, и вы оцениваете асимптотический рост при стремлении N к бесконечности, вы некоторыми слагаемыми можете пренебречь. Например, вождали вам вот эта троечка здесь. Если у вас есть слагаемая 5N. Да? Вот. В условиях какого-то неограниченного роста N, конечно, эта тройка теряется как бы на фоне 5N. Правда же? То же самое можно сказать и про единицу делить на N. И пятерка в некотором роде теряется. Потому что я говорю, что мы не оцениваем с вами константу. Нам важен просто порядок роста. Да и логарифм теряется. Потому что логарифм, если вы посмотрите график, вспомните даже, как график логарифма-то выглядит, да? Логарифм же вот так как-то выглядит. Ну, я грубо говоря, да? А линейная функция выглядит там вот так. Вот. И поэтому вот это выражение первое, да, имеет место быть. и означает оно, вот в данном случае равенство здесь, вот это вот, да, нужно себе воспринимать как бы в голове как такой обобщенный символ двух символов. Во-первых, это фактически асимпатическое меньше либо равно. Во-вторых, это просто асимпатическое меньше либо равно. А второе, это как бы вот само вот это равенство, это в некотором роде на самом деле такой символ принадлежности. Это означает, что вот и эта функция принадлежит классу линейных функций. Понимаете? То есть вот эта запись означает. А про вторую, про вторую запись, скажем, да, это вот похожая запись, но омега большое означает просто другой символ, вот такой вот. Понимаете? Понимаете, что скорость роста вот этой функции больше либо равна, чем скорость роста функции n. Поэтому если мы не могу я вот, да, вот. Поэтому верно вот это утверждение. Функция слева растет меньше либо равно, чем n в квадрате. Понимаете? Я могу вот здесь написать любую функцию, у которой скорость роста больше либо равен, чем n. Могу написать тут n лог n, например, да? n лог n. Могу написать что-нибудь вообще дикое, да? Ну, не знаю там, да? n в степени n. Ну и так далее. Понятно, да? Вот. Но как бы наиболее точная оценка здесь n на самом деле. Правда? хорооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо если как бы есть две функции f от n если она о большое от g от n и при этом одновременно я прям n напишу f от n это омега большое от g от n то тогда говорят что f от n это тетто большое но панг пишут конечно же по-гречески дает g от n это большое это вот такая вот буква она пишется как о с такой фигуречки волной такой посередине тильды типа того да это большое вот то есть вот это это такое означает запись такого точного симпатического совпадения да я могу сказать например что и плюс 5 n плюс единицы делить на n плюс логарифм двоичный от n плюс 1 это тетто большое от n но это нет это большое тент в квадрате понимаете то есть это фактически это как будто бы символ равно вот тут я могу вот этот подправить то есть символ равно это что f от n это тета от g от n вот так вот поняли дать ну вот и когда мы оцениваем алгоритмы нам не интересно точное количество действий мы оценим всегда лишь порядок бы роста этого алгоритма порядок роста количество его действий при возрастании размера задача и если алгоритм линейный вот например вспомнили наш вон тот самый алгоритм нахождение суммы чисел как вы думаете что мы можем сказать с количеством действий если размер задачи увеличивается в два раза помогите мне вот мы находим сумму чисел с помощью простого алгоритма который мы описывали что примерно произойдет с количеством действий это размер задачи в два раза увеличивать размер массива увеличился в два раза нет что просто качество дети она тоже примерно в два раза увеличится понимаете вот что какой ответ я жду если размер задачи увеличить ну потому что раньше было там 3 н сколько 3 н плюс 2 н было равно 10 а тип это сколько было 32 правда же а теперь стало 3 н плюс 2 где н равно например 20 нас размер задач увеличился вдвое что произошло с количеством действий было 32 стал 62 увеличился примерно в два раза до просто алгоритм линейный вот это вот этот смысл весь смысл линейного алгоритма то есть размер задачи увеличить в 10 раз то что произойдет с количеством действий да но примерно в 10 раз увеличится да а вот смотрите а бывает алгоритм квадратичный ну например да ну я какую-то ерунду пока напишу да но просто чтобы как бы это было да вот а вот так вот да я напишу что-нибудь for и присвоить значение не знаю от 0 до минус 1 тут с отступом for же присвоить значение от 0 до 0 даже от ну да от 0 до минус 1 не знаю тут и скажу сумма присвоить значение и умножить на жида но вначале не знаю там сумму присвоен ну какой-то странный алгоритм который каш можно свернуть но тем не менее вот видите да уже глядя на него мы можем сказать какой порядок роста до квадратичный порядок роста и в том случае если у нас количество действий размер задачи n увеличивается вдвое как увеличивается количество действий этого алгоритма в четыре раза и неважно даже понимаете какие там коэффициенты стоят да вот если мы посчитаем точное количество действий в этом алгоритме может быть там получится ведь за этом например 3 n в квадрате плюс 7 а может быть получится 5 n в квадрате плюс 14 это неважно какая-то формула на самом деле важно то что при увеличении количества действий размера задачи вдвое у нас количество действий увеличивается в четыре раза и так далее поэтому и оценивать и поэтому вот про этот алгоритм скажут что асимптотика его работы по времени это о большое от n в квадрате но я довольно криво пишу тяжело на тачпаде писать у большое от n в квадрате я вот так напишу в квадрате да вот это асимптотика его работы но тут тонкий момент смотрите что я здесь использую нотацию о большое хотя на самом деле правильнее четче и корректней с точки зрения математики используют от от супер понимаете потому что правда количество действий она в точности порядка n квадрат а в тот момент когда я пишу что она о большое от n в квадрате я говорю а может она на самом деле как бы порядка n или вообще константное количество действий занимает понимаете что о большое это то это это тоже про порядок роста это не про равенство функций а про асимптотический порядок роста той ну какими-то неважными слагаемыми которые при возрастании функции увеличиваются и коэффициентами перед тоже можно пренебречь да то есть вот еще раз возвращаясь сюда вот сюда да я могу например написать вот так вот еще раз 3 3 плюс 5 н плюс единица делить на n плюс логарифм двоичный от n плюс 1 равно это большое от н делить на 100 плюс 33 вот эта запись корректная это вся запись означает лишь только то что вот эта функция имеет тот же в точности порядок роста асимптотический что и вот эта функция поняли сложный вопрос нет такого понятия что значит растут в начале ну что как бы рост это понятие исключительно связанное со стремлением к бесконечности в нашем сейчас здесь понимание поэтому мы и пренебрегаем хвостом начально эта штука тета запись формально означает следующая что выполняется одновременно это и вот это видите то есть это означает что f от n это это большое а g от n тогда и только тогда когда существует такое n нулевое существует такие c1 и c2 оба большие нуля правда что для любого и не n большего n нулевого выполняется что c1 умножить на g от n меньше либо равно f от n меньше либо равно c2 умножить на g от n это просто формальное определение что такое тета большое это просто объединил два вот этих утверждения что существуют такие константы c1 и c2 я их могу подобрать просто и существует такое нулевое что начиная с какого-то значение все функции все значения f от n они зажаты между как бы константа c1 умножить на значение же константа c2 умножить на значение же это значение функции же в точке н в данном случае функция же это вот вот это здесь здесь три константы сумма н0 c1 c2 коэффициента 2 как бы один коэффициент ограничивает снизу другой сверху тот который снизу коэффициент ограничивает вот этот коэффициент он пришел из определения омеги большой понимаете потому что омега большая это оценка снизу на функцию видите что функция f от n больше либо равна функции g то то есть нижняя такая граница для фото за как бы асимпатистическая задана а коэффициент c2 пришел из определения о большого а еще раз это все про сравнение порядка асимпатического асимпатического характера роста функций так вот о чем я хотел сказать что вот когда мы оценим вот этот алгоритм вот этот вот наиболее правильный формально сказать что его асимпатическая сложность то есть количество действий сколько он делает как функция от размера задачи составляет это большое от n в квадрате ну потому что она растет как квадрат правда на практике обычно используют все-таки здесь символ о большое и говорят что асимпатическая сложность ставит о большое там в квадрате то есть оценивают как бы сверху эту асимптотику говорят что асимптотика меньше либо равна чем n в квадрате вот почему так делают есть ну там примерно несколько причин так делать во первых просто исторически так делают о проще писать и третье иногда бывает что вот этот алгоритм базируется а иногда как бы нам важно оценить просто верхнюю оценку ну просто как бы чтобы для алгоритма сказать что он достаточно быстрый понимаете алгоритм достаточно быстрый ну там типа работает за линию либо быстрее а там неважно бы залить не он работали все-таки еще и быстрее и наконец третий пункт да но а пишется проще чем ты тогда и говорится проще вот этот слова ордер буква ось здесь большая дарила вандау изобрел в начале века вот а и наконец еще один из пунктов да что оценивать так зачастую проще на немножко вот а ну и еще один из пунктов что иногда этот алгоритм вот вот этот который мы сформулировали он уже базируется на каком-то встроенном другом алгоритме который тоже оценен через о большое понимаете да перед а большое и наконец четвертый пункт еще пятый пункт какой-то что иногда вот эта сложность мы же записали с вами в виде всем алгоритм это как бы идея такая а мы ему записали виде конкретного псевдо кода и вот возможно есть другая запись псевдо кода у которой чуть-чуть эффективнее понимаете всегда как бы ну грубо говоря такая гипотеза есть у нас что может быть можно вот вот эту часть делать там чуть-чуть эффективнее и поэтому в тот момент когда мы оценивал горит мы говорим что как бы оценивал некий вроде нашу запись такую псевдо коде она там как бы ну не факт что сто процентов оптимальная и поэтому говорим что оценим как по большое поэтому мы всюду будем с вами обычно использовать оценку о большое которое говорит что еще раз что алгоритм работает за квадрат в данном случае либо быстрее но в голове своей иметь что виду что это вот это большое это не только мы с вами так делаем почти всюду и в каких-то там учебных статьях да такое вы будете встречать и в разговорные речи там другие преподаватели так будет делать это просто общепринятая практика что вот так вот поступать но я как бы причины вам рассказал вот это вот то о чем мы с вами говорили все давай теперь немножко с вами пооцениваем что-нибудь еще вот да 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 а тут я же неправильно написал извините пожалуйста тут неправильно да 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 тут неправильно написано извините хотел тут поделить аккуратно вот вот здесь вот деление знака потому что n log n видите имеет больше порядок роста чем это неправильная запись я хотел просто неудобно писать на доске такой и из этого детали иногда путаются на тут вот я хотел деление поставить вот этот множитель видите это слагаемый вот этого она асимптотически ведет себя медленнее строго чем линейная функция ну потому что она просто ну вот слагаемое а я не видел выделение мое не видно да первое слагаемое под этой 17 н делить на двоичный логарифм н 17 н делить на двоичный логарифм н видите первое слагаемое да вот который сейчас подчеркнута красным это слагаемое асимптотически ведет себя медленнее линейной функции потому что это линейная функция поделена еще на некоторую немножко функцию которая как бы не константа поняли нет нет мы фактически в данном случае когда наша функция выглядит как ну сумма каких-то других функций мы берем функцию которая она имеет просто берем то слагаемый который имеет максимальный рост мы оцениваем как бы асимптотику вот представьте что вам что n это номер дня представили а как бы значение функции то сколько вам денег дают представили то есть вам дают 3 плюс 5 н плюс единицы делить на н плюс двоичный логарифм от н плюс 1 столько рублей каждый день дают номер дня вот я вам говорю выберите одно из слагаемых всего лишь я вам столько денег буду давать и так на протяжении там не за миллиардов лет какой из этих слагаемых вы выберете ну что значит наибольшее слагаемое не может быть наибольшее то функция 5 н правда всего вот как раз это то о чем мы говорим понимаете что рост функции 17 н делить на логарифм двоичный н она как бы в перспективе такой вот бесконечного увеличения н у него рост строго хуже меньше чем у линейной функции поняли в данном случае я написал тетто по той причине что я подразумеваю что у меня одновременно это и о большое и омега тетто это точная оценка роста вот тут слева рост линейный справа рост линейный видите в данном случае да да вот видите видите чуть выше может я жирным могу выделить вот чуть выше я жирным выделил определение существуют такие что есть такое нулевое что существуют такие c1 и c2 что при всех n больших н нулевое f от n зажата между c1 умножить на g от n и c2 умножить на g от n точных рост одинаковый и вот здесь такое такие существуют она линейная часть а тут есть линейная часть вот чуть ниже чуть дальше n делить на 100 видите линейная часть поэтому а функция же от n которая находится под этой она линейная здесь у нее порядок роста линейный и слева функция тоже линейная у них порядок роста линейный это это уже не линейная функция n квадрат вот например вот так было бы да вот это было бы уже здесь о большое правда да вы правильно говорите а вот например если бы вот тут было бы вот так то тут бы я бы тогда мог написать омега большое потому что омега большой ведь это знак больше либо равно фактически будет практическом смысле слова и вот это и и пренебрегая и пренебрегаем еще к тому же коэффициентом перед ним да но это тоже как бы ну вы как бы сказали правильно но лишь частично сейчас я верну да по это что функция может совсем сложно как бы выглядеть понимаете что там как бы это нужно в частях делать ну например да вот я тут вот пишу что функция это может быть ну например n плюс не знаю там лог n какой-нибудь и это все умножить на 1 плюс n плюс n в квадрате вот какой порядок роста этой функции смотрите в ней это n в кубе понимаете потому что ну что это какое-то произведение двух функций до у левой функции порядок роста линейный n плюс логен растет как линия управы функции порядок роста квадратичный видите 1 плюс n плюс n в квадрате растет как квадрат поэтому в тот момент когда вы их перемножите вы получите какую функцию кубическую поэтому вот этими как бы слагаемыми меньшего порядка можно пренебрегать на свою роду в любом месте не обязательно так как бы должна быть функция прям вот сумма чего-то все хорошо с этим разобрались давайте немножко посмотрим на типичные асимптотики которые бывают как вы думаете вот если мы рассмотрим самый-самые быстрые алгоритмы как вы думаете какую асимптотику они имеют это от чего вот единицы что такое от единицы это что за алгоритмы такие давайте прям по определению поймем что такое за функции f от n которые равны не обязательно одно действие нет вот функция f от n равно от единицы это что такое это означает что существуют такие н ноль да и c больше и нуля что для любого n большего n это существует это они f от n меньше либо равно просто чем c правда просто определению то вот то самое мое определение не моего общепринятое общепринятое ну да конечно вот так вот и что это означает это означает что если вы уберете несколько первых значений что функция как бы не растет она ограничена константой но в данном случае мы даже на самом деле можем пренебречь вот этим вот этой штукой потому что их же конечное количество н нулевое ну как бы вот этих пропущенных элементов первых н ноль правда же это какая-то константы может быть 7 может 13 можем среди них выбрать максимум понимаете выбрать максимум с найденным c и и тогда просто как бы утверждать что для любого n подождите вот вот так вот можем утверждать ну пример такой у нас да например рассмотрим какую-нибудь где единица вот вот здесь здесь единица это единица это просто такая функция это функция g от n тождественно равна единице в этом как бы под символом обычно не имеет смысла писать никакие множители потому что они все равно съедаются мы ими пренебрегаем понимаете мы не пишем от о большое 2n потому что это то же самое что о большой от n потому что мы смотрим на порядок роста и там и там линейный понимаете в данном случае сейчас как мы смотрим да мы говорим что функция просто ограничена константой вот что такое функция o от единицы это те функции которые как бы асимпатически не растут никак ну представим себе такую функцию вот представим себе такую функцию что у меня есть игральный кубик и и это то что я выкинул на это итерации этого кубика понимаете может единицу может 2 может 6 вот такая функция такая рандом но от единицы до 6 представили вот эта функция это о большой от единицы потому что она не растет никак она ограничена константы или другой пример представим себе функцию что f от и это то что у меня выпало на игральном кубике после и бросков ну на этом броске представили такую функцию вот я утверждаю что эта функция это о большой от единицы почему потому что существует такое c что все значения ограничены этой величиной c приведите мне пример этого значения c почему же ограничены сверху у меня на кубике может выбрать любой число от 1 до 6 это шестерка да это шестерка просто или другой пример вот такая вот например функция что вот такая вот функция если n и меньше либо равно 100 то это и в кубе else это 100 плюс сейчас секунду подумаю и и деленное ну вот так вот что ли вот посмотрите вот на такую функцию ну как бы это не одной формулой записано так немножко кодом но тем не менее если и меньше либо равно 100 ну там например от нуля до 100 то значение функции равно и в кубе а в противном случае это 100 плюс и деленное на и минус 1 представили вот эта функция это тоже о большой от единицы потому что она ограничена просто некоторые константы вот какой бы я и не выбрал она ограничена некой константой какая-то константа может быть да мне кажется миллион потому что вот при и равном 100 все-таки мы тут миллион получим а вот эта штука никогда не будет больше чем ну по всей видимости не знаю 102 правда же немножко можно себе представлять это примерно так еще кстати да вот когда мы говорим об этих асимптотических значениях вы можете взять отношения F от N к G от N F от N делить на G от N и посмотреть на предел этого отношения представили себя или это сложно пределы в школе учили нет не было пределов я просто не знаю какая сейчас программа в школе у меня были не было ну ладно ну у кого-то были у кого-то не были вот короче и так еще раз что такое O от единицы алгоритм работает за O от единицы это означает что он совершает не более чем некоторая константа действий и не зависит от размера входной задачи поняли ну например например заданный ABC найти дискриминант B квадрат минус 4AC ну просто считать формулку если мы считаем ну обычно мы считаем что действие с числами осуществляется за O от единицы то есть за какие-то константные количества действий то и посчитать B квадрат минус 4AC это тоже константное количество действий поняли это вот такие очень быстрые алгоритмы да какие еще алгоритмы мы можем с вами сказать ну вот вы знаете наверное что бинарный поиск работает за O большое от log n да 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 поэтому он такой быстрый что это для нас с вами значит это означает что если мы увеличим количество размер задачи вдвое количество действий увеличивается на сколько ну представляете в логарифм в голове представьте что вы берете логарифм от 2n логарифм произведения это что такое как вы не уверенно говорите да это просто число число да ну у тебя если логарифм двоичный то это просто на одно действие больше да но у нас логарифм как бы такой абстрактный поэтому просто можно сказать так чтобы увеличение размера задачи вдвое втрое да у нас количество действий линейно лишь увеличивается понимаете на константу на O от единицы вот так вот да увеличили в 2 раза там количество действий добавилось ну еще одна итерация добавилась да вот бывают линейные алгоритмы как мы с вами говорили да бывают какие-то промежуточные алгоритмы такие н логен да они называются линия аритмичные это такое здесь странное слово ну пойми слов линейный и алгоритмичный алгоритмический вот бывают там какие-то вот такие полиномиальные алгоритмы полиномиальные это значит что ну как бы алгоритм ограничен некоторым полиномом фиксированного показательно от размера задачи это все полиномиальные алгоритмы в целом и вот это там не знаю логарифм в квадрате на логарифм там не знаю а вот это в кубе да вот это в кубе это тоже как бы считается полиномиальным потому что он ограничен например полиномом n в кубе да понимаете это все-таки полиномиальные оценки какие-то вот вот а вот например какая-нибудь вот такая штука от n факториала тоже не полиномиальное потому что n факториал растет быстрее чем любой полином с фиксированным показателем с фиксированной степенью поняли или вот вот такая штука она вот в промежуточном ну если их отсортировать то это вот здесь будет находиться видите вот эта штука растет быстрее чем n в квадрате но медленнее чем n в кубе а тут я еще могу n в квадрате помножить на логарифм n в кубе вот а тут вот ну например 2 в степени n еще промежуточное между ними вот видите вот такая степенная асимптотика она уже тоже не полиномиальная мы не можем придумать такой полином многочлен фиксированной степени который бы ограничивал сверху рост 2 в степени n говорят что это экспоненциальный рост у этой функции понятно вот ну отлично все с этим мы с вами закончили тогда тогда давайте немножко подумаем с вами посмотрим вот вот в таких простых случаях когда программка выглядит из там форов и фиков и так далее зачастую ее асимптотику оценить довольно несложно но не всегда для этого нужно зачастую посмотреть на какую-то самую глубокую строчку в вашей программе которая как бы вставлена в наибольшее количество форов и посмотреть как растет количество исполнений этой строки да вот а иногда как бы ну бывает как-то так да например что количество действий сколько делает там один цикл оно выражается через количество действий через какие-то другие переменные да но зачастую как бы вот таким методом пристального взгляда можно все равно довольно легко оценить асимптотику как вы думаете какая асимптотика у этого кода какой порядок роста да квадратичный тут несмотря на то что вот это вот выполняется ну например если вы как бы в школе любили математику то вы можете просто даже записать это в виде таких последовательных значков суммы во вторых можно ну как бы своего рода опять-таки методом пристального взгляда так вот как это так сказать что просто вот вот внутренний цикл делает примерно ну сколько там n минус и действий да ну короче если вы посчитаете насуммируете это что вы все равно получите тут квадратичный рост да просто просто увеличение переменной суммы на единицу я просто вставил какую-то инструкцию сюда вовнутрь чтобы показать что там что-то делается внутри цикла этого в данном случае просто некая строчечка которая что-то делает хорошо но иногда у нас бывают рекурсивные функции которые чуть сложнее оценивать как они работают да ну например рассмотрим какую-то вот простую рекурсивную функцию назовем ее рек от n которая ну допустим говорит что если n меньше либо равно единица там не знаю нуля то она делает какой-нибудь ретурн что-то там неважно 1 2 3 да вот а в противном случае она там тоже вызывает например себя же или там что что-то она печатает вот в этом месте да пусть это принт что-то неважно знак вопроса она печатает печатает себя же вот давайте посмотрим вот на такую функцию по оцениваем ее с вами да как вы думаете какое количество действий она делает ну вот в том случае если число n размер задачи здесь растет то как растет количество суммарное количество действий этой рекурсивной функции да почему степени посмотрите внимательней что происходит n это правильно степень неправильно почему неправильно да вот давайте посмотрим вот у нас запускается рек от какой-то величины n это вот такой запуск вот вот мы он порождает внутри себя запуск от n минус 1 правда же запуск от n минус 1 порождает запуск от чего помогать от n минус 2 да и что у нас в результате получится да получится такая цепочка вызовов правда которая в конце закончится ноликом верно и в каждом из этих вызовов сколько действий мы делаем вот сложно сказать сколько вот нет может ну типа почему одно тут мы сравниваем тут может печатаем тут создаем рекурсивный вызов правильно сказать что мы делаем от единицы действий не больше чем константа понимаете то есть не больше например чем 100 действий могу я так утверждать это не зависит от числа n вот как раз вот такая функция которая не больше чем константа и не зависит от это константы не зависит от входных параметров это и называется от единицы то есть каждая функция каждый вызов работает за от единицу а всего вызов сколько n значит суммарно сколько где работает эта функция вот n отлично с этой функцией мы разобрались давайте немножко в другую функцию посмотрим а что если тут было бы n делить на 2 вот в этом месте бы стояла вот в этом месте бы стояла как вы думаете какая симптотика была бы таком случае представьте себе что мы вызываем эту функцию от 100 ну мы округляем вниз когда делим на то конечно же нет конечно округляем вниз n это округлить вниз ну поделить надо хорошо представим чтобы эту функцию запустили от 50 дальше что произойдет следующее будет вызов от скольки а потом потом да потом дальше дальше 1 0 двойки не будет хорошо а в том случае это количество если размер n увеличился в два раза как вы думаете что произойдет с количеством вызов рекурсивных увеличится на 1 ничего это не напоминает вам конечно это логарифм это же просто определение логарифма смотрите представьте что мы в качестве n передали степень двойки 2 в десятой степени сколько всего действий сколько всего будет глубина рекурсия ну 11 может быть 11 наверное потому что нулевая степень это тоже будет вызов но не суть это как раз не важно поэтому какая асимптотика работы этой функции мы можем сказать конечно да ой слушай а мы скоро заканчивать что ли должны я ничего не успел или нет во сколько мы заканчиваем я что-то потерялся через десять минут заканчиваем ну ничего мы не успели как же так получилось то есть мы прямо сейчас должны а у вас следующая есть пара да ну медленно пошло окей ну давайте тогда вот эту мысль закончу это асимптотика здесь будет о большое от логарифм n и логарифм как раз не важно какой он как бы просто логарифм он не двоичный он не троичный потому что порядок роста любого логарифма он они отличаются лишь только на константу понимаете а мы принято коэффициент как бы да отличается на константу логарифм троичный растет с такой же скоростью как логарифм двоичный между ними есть просто константа логарифм трех по основании двух поняли вот хорошо не понял ну что такое логарифм троичный давайте поясним тому кто не понял логарифм троичные числа n это же то же самое что логарифм двоичные числа n просто по формулкам удивительно на что ты в школе учился напоминаем ну как вы егэ сдавали логарифм не знаете алло алло слышно нет алло да и видите что разница этой функции вот этой это лишь только то что перед ними константный коэффициент видите коэффициент не зависит от n это константа поэтому все логарифмы с точки зрения асимптотики это одна и та же функция поэтому в тот момент когда мы говорим об асимптотике мы с вами не говорим что это двоичный логарифм троичный десятичный или натуральный это всегда один и тот же логарифм понятно изменилось количество действий сколько делает эта функция рекурсивная в данном случае она делает за гораздо меньше 10 но представь что эту функцию запустили от миллиона не за 100 ее следующий запуск будет от скольки от 50 потом от 25 потом от 12 потом от 6 потом от 3 потом от единицы наконец от нуля видишь количество действий вот это количество действий оно намного меньше чем если бы тут было бы n-1 написано правда же? это влияет на порядок роста этой функции если в тот момент когда тут было написано n-1 порядок роста этой функции асимптотическая сложность была линейная то в данном случае асимптотическая сложность теперь какая ну сколько действий порядка скольки возникает порядок порядка логарифма да представь что представь что в качестве m тебе передали 2 в степени m когда каждый раз когда эта функция делает заход в себя что происходит с этим показателем m ну было 2 2 передали сюда 2 в 7 степени ну единицу уменьшает значит сколько всего действий он сделает то чему это показатель примерно и равен а показатель это есть логарифм определение логарифма это что это такой показатель чтобы получить заданное значение при возведении степень ясно ясно хорошо давайте ну вот еще пять минут я ваш займу давайте еще все таки вот здесь вот в этом месте а если было бы вот так что у нас произойдет это уже сложнее немножко понять давайте рисовать просто да вот у нас есть вызов от n видите он породит из себя два вызова верно вот этот вызов будет от скольки и этот скольки помогайте мне да оба будут от n пополам и здесь им пополам каждый из них в свою очередь породит что да каждый из них породит еще а тут будет сколько n на 4 а тут будет сколько тоже на 4 и тут на 4 и тут на 4 и так далее да и в конце у нас до тех пор пока вот не останется фактически по единичке везде правда получится вот такое дерево и и время работы этого алгоритма будет равно количеству узелков в этом дереве вы согласны какая будет высота этого дерева да высота этого дерева будет логарифм n в нашем случае будет как раз двоичный логарифм n верно же сколько будет узелков на нижнем уровне как вы думаете ну сколько ну от n зависит ну сколько примерно примерно n будет да поэтому на нижнем уровне у нас будет n узелков на втором уровне видите у нас будет n пополам узелков видите в два раза меньше узелков на следующем уровне сколько узлов у нас будет вершину дерева n определить на 4 и так далее до тех пор пока у нас не будет один узел если вы это все засуммируете для того чтобы это все засуммирует напоминаю вам нужно вспомнить сумму геометрической прогрессии правда же формулки изучали в школе вы получите величину типа примерно равную 2n ну просто вы 2n минус 1 видимо вы получите ну если там n степень двойки поняли поэтому время работы вот этого алгоритма это какая функция будет скажите мне да это будет у от н в данном случае вот так вот будет получать поэтому это все я веду к тому что значит при оценке алгоритма иногда надо применять какие-то такие наглядные способы внимательной оценки подсчета количества действий и все что с этим связано ясно но мне кажется на этом наша сегодняшняя тогда лекция заканчивается мы ничего не успели мы половину ровно успели но мне кажется это лучше чем если бы я бы сильно бы поспешил и вам бы все бы по верхам бы изложил вот ну и поэтому продолжим тогда с вами ровно через неделю вот с небольшим отставанием ну и ладно хорошо так в каком случае я не забываю вот здесь сказать стоп рекординг а